и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры в данном видео мы с вами поговорим по неволе о таком кавычках блогере писатели поэти тоже в кавычках как льве валяне продолжая предыдущую кстати тему о ситуации складывающиеся на границе азербайджана и армении также опираясь на те видеоролики которые загрузил или не загрузил лев валян мы обсудим тире заденем темы касающиеся такой темы как израиль и поговорим о том как лев валян я вас наверное удивлю вот в этом и заключается тот самый юмора которым который я в названии уже указал выступил против радикального армянства об так называемом арийстве ну что ж обо всем поэтапно вот канал льва валяна и прежде чем переходить главным моменту касательно ситуации на границе азербайджана и армении я хочу чтобы вы как следует посмотрели на те видеоролики которые он загружал за последнее время он загрузил видеоролик 9 января поздравив своих зрителей с 9 мая и загрузил видеоролик семь часов назад посвященный событиям на границе между азербайджаном и армении вас ничего не смущает какая-то тема пропущена тем более эта тема должна быть важно для человека который поздравлял всех с великой отечественной войной я говорю о событиях которые сейчас происходят в израиле он не выразил слова соболезнования не израилю не палестинскому народу палестинцам не призвал их к миру к урегулированию и так далее интересно знать почему но видимо нацистская составляющая все-таки даже в льве валяне преобладает ведь там гибнут люди на ближнем востоке люди которые по мнению части армянства имеют прямое отношение к самим армянам ведь армяне продолжают очень основательная часть говорить о том что они потом киноя но при этом не забывая почему-то говорить что они к тому же являются арийцами не стыкуется не так ли но давайте сейчас перейдемте с вами именно к тому видео которое главным образом и заставило меня обратить в неочередной раз внимание на льва валяна тем более она связана с так или иначе с предыдущим видео в котором я вам говорил на своем канале о событиях на границе между азербайджаном и армяне давайте послушаем что он об этом заявляет приступаем здравствуйте я удивлен и возмущен почему вы такого умного талантливого думающего и благородного народа как армяне такие тупые руководители благородство а в чем благородство лев валян учитывая что он работал в прокуратуре в россии должен знать о количестве воров в законе среди армян проживающих в россии и если взять пропорцию между количеством воров в законе и количеством народа проживающего в россии наверное коэффициент будет выше чем в любом другом народе не так ли продолжаем почему еще четвертого мая я предупреждал что нужно готовиться к нападению со стороны азербайджана подготовились если верить информации которую я располагаю азербайджанские войска проникли на территорию суверенной армии и продвинулись на несколько километров лев валян готов ответить за свои слова в отношении продвижения азербайджанцев вглубь армении может ли он предоставить карту именно советскую карту и показать кто перешел ту грань ту границу которая была во время советского союза сможет и почему он не установил данную карту в данном видео не показал ее а ведь это очень важный момент кстати готов ли ответить та самая в кавычках личность которая сдала данную информацию леву валяну готова ли она ответить за распространение лжи простой вопрос в распространении дезинформации и если да то пускай он установит лицо имя и фамилию данного человека в следующем своем видео кто это такой чтобы было с кого спрашивать давайте еще некоторое время прослушаем затем перейдемте ко второму видео в котором мы с вами как раз таки перейдем к тому разделу который я бы назвал бы юмором хочу знать а как это называется на языке Никола Башиняна исполняющего обязанности премьера Армении и одновременно главнокомандующего вооруженными силами этой республики а значит лев валян не знает что такое демаркация границы так я ему объясню это проведение тире восстановление границы между государствами в тех местах которых этой границы не было по тем или иным причинам послушайте мои родные армяне что вообще происходит с нами что кто то уже решил сдать нашу родину у нас что самая большая территория так о какой территории идет речь лев валян как гражданин россии должен знать что такое араратская область времен именно имперской россии царской россии неужели он не знает как назывался гюмри во времена царской россии и почему его так назвали в честь кого что это тоже интересный вопрос я даже не задаюсь вопросом в отношении того как этот город так называемый гюмри назывался во времена когда существовало эриванское эриванское ханство название было совершенно на другое даже не связанное с россией не так ли вопросов очень много но давайте перейдемте ко второй части как я и сказал в этой части мы поневоле с вами заденем юмористические нотки сейчас некоторые спрашивают спросит меня при чем здесь день победы хотя это радостное поздравление но при чем здесь день победы и при чем здесь юмор почему в данном ролике я указал что лев валян выступает против радикального армянства против фашистского армянства нацистского армянства ответ крайне прост сейчас вы послушайте как он негативно относится к понятию арийского давайте послушаем добрый день сегодня день победы эти слова вошли в нашу жизнь самой ее ценой не буду называть цифры ибо они разнятся но факт остается фактом не было советском союзе семьи которая бы не поднесла потери родного или близкого человека была цель и она была достигнута произошло единения народа все для фронта решение были страшные а поступки неимоверные а как он относится к тому раз он заговорил о единении народа почему в армении нет не о горгине нжд вопрос почему в армении герализируют также дроссмана канаяна откровенного нацистского генерала в честь которого называют улицы фонды и так далее которому посвящают песни как он относится к этому обратите внимание я не говорю о горгине нжд это уже в кавычках личность набил оскомину я говорю про дроссмана канаяна интересный вопрос продолжаем к величайшему сожалению лишь такой ценой можно было победить жесточайшей войне выстояли выдержали победили победа пришла через понимание того что у этого слова нет альтернативы поражение привело бы к расшеленению великой страны Советского союза порабощению народов я хочу напомнить ему кто участвовал в уничтожении столь любимого вроде бы львом валятом Советского союза армянские сепаратисты которые дали первый можно сказать гонг для забега по разрушению СССР заговорив об отделении о так называемом миоцуме об отделении Карабаха из состава Азербайджана после чего и все остальные подумали что можно отделяться нужно отделяться даешь автономии даешь отделение даешь независимости к чему это привело не скажет ли Лев Валян если он так любит Советский Союз я даже сейчас не говорю о том сколько более это принесло азербайджанскому и армянскому народу продолжим продолжим эти выражения идут они зарождались в пивных барах в одурманенных головах будущих лидеров нации и навязывались народу так вот в этой фразе и заключается тот самый юмор о котором я вам говорил такая юмористическая нотка арм то есть он Лев Валян утверждает о том что армянский народ также одурманивали говоря о его всемогуществе всесилии об его арийских кстати корнях о том что они в общем то можно сказать прародители всего арийства об этом есть многочисленные статьи пожалуйста достаточно вбить в поисковике арийцы также я хочу напомнить как в Армении набрал восемь процентов на одних из выборов глава армянского арийского ордена то есть я так понимаю и наверное могу утверждать из высказывания Нильва Валяна что он выступает против армянства армяне как вам такое высказывание вашего льва Валяна может быть он предатель может быть его купили за нефтедоллары или как вопрос интересный жду ответов ну а на этом я заканчиваю данное видео в следующем видео мы продолжим говорить об Израиле о том что происходит в Израиле нет хотя нет в начале мы поговорим об армянско-российских отношениях а затем перейдемте снова к Израилю потому что есть некоторые моменты которые мне хотелось бы осветить а затем уже перейдем к международной политике к международной ситуации в остальных регионах мира на этом все всем до свидания всем пока всегда ваш Сеидов Кямран до свидания Сеидов Кямран до свидания до свидания до свидания до свидания